Россия вошла в двадцатку стран, где живут самые привлекательные люди планеты. Красота – результат регулярного ухода за собой. Так считают 61% россиян. Случайным даром природы ее назвали в два раза меньше опрошенных. Чтобы отражение в зеркале радовало, треть россиян ежедневно тратят на уход за собой от 10 минут до получаса. Тех, кто вообще не уделяет этому времени, тоже довольно много. Около трети мужчин и пятая часть всех женщин. Россия занимает шестое место в мире по потреблению косметики и средств для красоты и здоровья. Эти товары покупают 87% опрошенных, включая мужчин. Приобретая косметику, россиянки не скупятся. Большинство из них тратят на нее до 2000 рублей в месяц, а каждая пятая – от двух до трех тысяч. Причем цена продукта не так важна, как рекомендации друзей и красивые обещания известного бренда. Около трети опрошенных верят, что декоративная косметика и средства по уходу за кожей класса люкс имеют больше преимуществ по сравнению с масс-маркетом. Цена красивых и увлажненных губ – 2 килограмма помады, которые каждая женщина съедает за свою жизнь. А в некоторых тушах для ресниц содержится ланолин – воск животного происхождения, вызывающий аллергию. Поэтому, чтобы косметика не вызывала дискомфорт, надо внимательно изучать состав продукта еще в магазине и обращать внимание на срок годности. Тогда не придется потом отправлять все содержимое косметички в мусорное ведро. В борьбе за совершенствование внешности не обойтись без помощников. При наличии достаточного количества времени и денег россияне хотели бы чаще пользоваться услугами профессионалов. Каждый седьмой не отказался бы от визитов в салон красоты, а 11% ходили бы в фитнес-центр и больше занимались спортом. При этом всего 2% хотят прибегнуть к услугам пластического хирурга. Но если россияне так и не начнут заниматься спортом и покупать косметику по советам профессионалов, а не друзей, то желающих сделать липосакцию или подтяжку лица станет больше.